Переведено и озвучено для свободного рынка миниатюр. Ссылка в описании. Привет. Я Алекс, и сегодня я научу вас играть в Warhammer 40 000 Kill Team. Как играть Warhammer 40 000 Kill Team — это скирмиш, настольная игра на основе быстрых боёв для двух-четырёх игроков. Команды уничтожения, сформированные из воинов-специалистов, сражаются на разрушенных улицах и затянутых смогом округах Мануфакторума, чтобы выполнить жизненно важные миссии, которые были бы невозможны при большем масштабе схватки. Например, засады, поисково-спасательные операции и санкционированные убийства. Один решительный удар из тени может переломить ход всей кампании и поставить вражескую армию на колени. Kill Team состоит из нескольких раундов боя, каждый из которых делится на шесть фаз. Игрок, успешно достигнувший выполнение условий для победы в миссии, выигрывает битву. Подготовка к сражению В Kill Team используются миссии, чтобы определить ход игры и победу в ней. Сюжетная миссия — линия, где атакующий и защищающийся связаны своими условиями и целями. Соревновательные миссии предназначены для того, чтобы обеспечить каждому игроку одинаковые условия для достижения победы. Это дает возможность бросить вызов и стратегически победить своих соперников. Каждая миссия описывает, сколько игроков может принять участие, как вы выбираете свои команды и как создать поле боя. Вы можете сражаться в условиях разрушенного городского пейзажа или в адских инопланетных джунглях со смертоносной разумной флорой. Каждая зона смерти, например, сектор Империалис или сектор Мониторум, требует своего вида и расстановки террейна для обеспечения дополнительных опасностей и тактических возможностей. Это генерируется по условиям окружения. Каждая миссия описывает условия победы, которых нужно достигнуть, чтобы выиграть в битве, а также длительность битвы. Схватка заканчивается после достижения целей или после завершения определенного количества раундов боя. После того, как вы определились, в какую из миссий играть, каждый игрок выбирает себе команду из 16 имеющихся фракций. Команды варьируются по размеру от 3 до 20 единиц, включая лидера и трех специалистов. Специалисты — это члены команды, прошедшие усиленную подготовку в одной из десяти специфических областей ведения боевых действий. Специалисты-снайперы — это меткие стрелки, которые устранят вражескую угрозу издалека, в то время как специалисты с тяжелым вооружением поддерживают свой отряд огнем на подавление. Все лидеры и другие специалисты имеют дополнительные навыки, уникальные для их класса, но они могут использовать и более мощные тактики, такие как «подать пример» и «индивидуальные боеприпасы». Использование правильной тактики в нужное время может дать вашему отряду преимущество в тяжелой схватке. После того, как вы собрали команду, заполняем датакарту для каждой модели, чтобы отслеживать их способности, боевое снаряжение и ранение. Во время игры это также позволит отслеживать уровень опыта каждой модели, в то время как командный список Kill Team содержит подробности о доступных моделях для игрока и их ресурсах. Разведка и развертывание. Как только поле боя готово, а игроки подготовили свои отряды, каждый из вас должен тайно выбрать одно из шести предбоевых действий для фазы разведки. Возможные разведывательные действия включают уничтожение вражеских часовых, захват передовых позиций и установку ловушек для противника. В зависимости от вашего выбора, вы можете заранее заработать преимущество или сорвать планы вашего соперника. Каждая миссия описывает, как развернуть ваши отряды. Иногда игроки выставляют модели по очереди, в других случаях сразу весь отряд. Продуманное развертывание — это первый шаг на пути к победе. Фаза инициативы. В начале каждого раунда боя игроки проводят кубовку, чтобы определить порядок, в котором будут действовать их модели в последующих фазах. Оба игрока бросают по два кубика и складывают выпавшие числа. Инициатива у того игрока, у которого выпало большее число. В играх с количеством участников от трёх и более игроки ходят в порядке убывания в соответствии с выпавшими числами. Фаза движения. В начале игрок с инициативой перемещает всю свою команду. Другие игроки следуют примеру в порядке очереди. Расстояние, на которое может двигаться каждая модель, указано в дюймах в датакартах. Игроки могут выбрать одно из нескольких возможных передвижений в данной фазе. Обычное перемещение. Чтобы сделать обычное перемещение, просто сдвиньте модель на расстояние в дюймах в пределах характеристики движения, остановившись не ближе одного дюйма от вражеской модели. Нужно прокраситься по открытому ландшафту так, чтобы не быть застреленным? Тогда вам нужно сделать рывок. Бросьте кубик и прибавьте полученный результат к перемещению модели. Но помните, что модели, использующие рывок, не имеют возможности стрелять. Может случиться, что ваши воины оказались в схватке, где у них нет шансов одержать победу. Используйте выход из ближнего боя, чтобы дать своей модели возможность отступить. После использования выхода из боя и переместившись на безопасное расстояние, у вас не будет возможности стрелять. В конце действия модель остается в готовности к выстрелу, что дает преимущество в последующей фазе стрельбы. Нападение. Всеми любимая разновидность движения. Выберите одну из моделей противника в качестве цели нападения. Ваша цель может выбрать отступление на три дюйма, либо ответить встречным огнем в попытке уничтожить вашу модель. Предположим, ваша модель пережила встречный огонь. Ответьте нападением при помощи броска двух дайсов с сложением выпавших чисел. Это будет расстоянием для вашего нападения. Если расстояние нападения достаточное для атакующего, чтобы достигнуть цели, он бросается на врага с леденящим кровь боевым кличем. Пси-фаза. В 41-м тысячелетии существуют редкие воины, научившиеся использовать силу варпа. Эти особи известны как псайкеры, и высвобождаемые ими силы оказывают огромный эффект на поле боя. Начиная с игрока с инициативой, по очереди активизируйте по одному псайкеру в каждой команде. Колдун Тысячи Сынов — прекрасный пример псайкера. Они могут проявлять смертоносные психические силы, такие как пси-разряд, если на двух брошенных кубах выпало значение равное или большее числу варп-заряда. В случае успеха пси-сила будет проявлена. Но при условии, что псайкер соперника не способен перебить её суммой двух брошенных дайсов, так называемой проверкой «отринь ведьму». Фаза стрельбы. А теперь пришло время пострелять. В фазе стрельбы игроки действуют по очереди. Модели, которые остались в готовности в фазе движения, стреляют первыми. Начинают с того, что игрок с инициативой задействует по одной модели на изготовке за один раз, пока все они не совершат по выстрелу. Как только отстрелялись все модели в готовности, у остальных тоже появляется шанс на выстрел. Снова начинайте с игрока с инициативой и делайте это по очереди, пока не выстрелят все модели. Чтобы совершить выстрел, просто выберите противника в пределах видимости и досягаемости оружия и бросьте кубик. Минимальное значение, необходимое для попадания, указано в датакарте модели. Хотя могут быть применены некоторые модификаторы в зависимости от обстоятельств. Если вы попали, бросьте куб еще раз, чтобы определить, какие повреждения получила ваша цель. Просто сравните характеристики силы оружия с характеристиками стойкости цели, чтобы узнать, что нужно выбросить на дайсах. Если вы нанесли повреждения, то делается спас-бросок для того, чтобы узнать, защитила ли броня цель от атаки. Спас-бросок может быть изменен характеристикой пробивания брони атакующего оружия. Если измененный результат ниже защитной характеристики цели в датакарте, засчитывается ранение. Величина урона указана в профиле оружия. Вот тут-то и становится опасно. Если урон снизил количество ран цели до нуля, выполняется бросок последствий, чтобы понять, насколько страшны раны. В зависимости от результата, модель получает штрафы на попадание из-за ран и сможет продолжить битву, либо может быть выведена из строя и удалена с поля боя. Фаза ближнего боя. В фазе ближнего боя все модели, расположенные близко к противнику, получают шанс на атаку. Считается, что модели, которые использовали нападение в фазе движения, взяли разбег и поэтому сейчас могут нанести удар первыми. Игрок с инициативой начинает, а затем и остальные по очереди активизируют одну нападающую модель за раз до тех пор, пока все из них не совершат атаку. После все повторяется. Игроки по очереди активизируют те оставшиеся модели, на которые соперник совершил нападение, или те, что находятся в пределах одного дюйма от модели соперника, и еще не атаковали в этой фазе. При активации модель может сначала использовать сбор, перемещение на расстояние до трех дюймов, прежде чем атаковать. Это переместит модель ближе к противнику, либо атака производится тем же образом, что и в фазе стрельбы. Однако модели могут атаковать цели только в пределах дюйма от них, а характеристики атаки и силы в их датакартах используются вместо профиля оружия. Такие виды оружия ближнего боя, как силовые топоры или цепные мечи, могут быть использованы в этой фазе. Они способны изменять характеристики силы атакующего или позволяют совершать дополнительные атаки. Фаза проверки боевого духа. В конце каждого раунда боя игроки должны определить, не сломлены ли их команды от полученных ранений. Если более половины отряда игрока получили легкие ранения, оглушены или выведены из строя, отряд может быть сломлен. Чтобы узнать это, бросьте два кубика и сложите результат. Если результат броска больше, чем самый высокий показатель лидерства любой модели отряда, оставшейся в игре, команда считается устоявшей. Если нет, то они остаются сломленными до конца боя. Затем все модели с легкими ранами или все остальные, в случае если ваш отряд сломлен, должны пройти так называемый нерв-тест. Это подразумевает бросок дайса и применение к результату соответствующих модификаторов. Если проверка пройдена, то все хорошо и модель остается в бою. В противном случае модель считается оглушенной. Положите рядом с ним маркер «оглушен». Оглушенные модели не способны двигаться или совершать какие-либо действия. Каждая фаза проверки боевого духа снимает все штрафы оглушения и требует нового нерв-теста для всех пораженных моделей. Проверьте условия победы в вашей миссии, чтобы узнать, выигран ли бой. Если нет, вы должны начать новый раунд битвы с фазы инициативы. Командные очки и тактики. На протяжении всей битвы вашему отряду доступны командные очки. Вы можете потратить их, чтобы использовать тактики во время сражения. Они дают право на переброс, действия вне последовательности и множество других преимуществ. В большинстве случаев отряд приносит одно командное очко в начале каждого раунда и дополнительное командное очко, если их лидер все еще в строю. Есть некоторые тактики, которые может использовать каждая команда уничтожения. А также вы получаете доступ к дополнительным тактикам в зависимости от вашей фракции, места сражения, вида выбранной миссии и уровня опыта ваших специалистов. Теперь, когда эти знания находятся в вашем распоряжении, вы готовы к тому, чтобы собрать свою команду уничтожения и сразиться с соперниками. С новыми командами уничтожения, зонами смерти, дополнениями и обновлениями, а также возможностью прокачивать вашу команду на протяжении кампании, вас ждет захватывающий мир Kill Team.